Деловой район Лондона Кеннери-Ворф стал в этом году площадкой для фестиваля ледовых скульптур. Он же и вдохновил участников в их необычном творчестве. Четыре команды из Великобритании, Испании, Нидерландов и Италии соревнуются в создании скульптур на тему «Крутая биржа». Команда из Нидерландов взяла за основу для своей работы современную архитектуру высоток на Кеннери-Ворф. Но их здание символично – это стопка ледяных монет, а между монетами расположились фигурки людей, зарабатывающих деньги. Правда, уже на второй день фестиваля ледовое изваяние начало потихоньку таять. «Мы знали, что температура может подняться выше нуля, поэтому всегда стараемся соблюдать меры безопасности. Но я предпочла бы температуру ниже нуля, как для скульптуры, так и для себя. Мне тоже жарко». Итальянская команда к теме «Крутой биржи» подошла с морским юмором. «Наша скульптура – это муравьи, которые отправляются кататься по волнам на сёрфе. Это круто». Испанцы более серьёзны. Их скульптура – это биржевые маклеры, которые строят изо льда торговое здание. Создать из глыбы льда произведения искусства не так уж просто. Об особенностях ледового творчества рассказывает участник испанской команды. «Конечно, если зайти слишком далеко, то красиво не получится, потому что нельзя работать с ним, как с глиной или другим материалом. Лёд отличается, он похож на мрамор. Работать с ним надо почти так же». Во время фестиваля зрители тоже не скучали. Для них организовали бесплатный мастер-класс, где каждый желающий мог испытать свои способности в работе со льдом. И, похоже, создание ледовых скульптур приносит им немало удовольствия. Творческие работы новичков просто дарят душевную радость их исполнителям. А вот работы профессионалов будут рассмотрены судьями, чтобы определить победителя. После этого прохожие будут любоваться ледовыми скульптурами до тех пор, пока они не растают.